всем привет сегодня у нас небольшое такое видео из машины на улице очень ветрено поэтому на улице снимать практически невозможно сегодня очень сильный ветер даже машина покачивает когда едешь по скоростной дороге сейчас я отъезжаю от миграционной службы которая находится в городе йокугама так как вы знаете недавно переехали в йокугаму и я сейчас первый раз побывал миграционной службе городе йокугама и для сравнения могу сказать что наверно здесь чувствуешь себя наверное больше менее каким-то гастарбайтером который приехал в японию а больше иностранцем который здесь работает и такое ощущение что в японии миграция очень низко потому что в токио последние наверное 3-4 года это настоящий хаос в токийской миграционной службе там огромное количество людей всегда утром когда ты приходишь даже за час до открытия на улице уже выстраивается очередь около 70-80 человек которые хотят побыстрее сдать документы и пораньше пойти может так сказать на работу так вот там если ты к примеру если миграционная служба открывается в 9 если ты пришел на 30-40 минут позже для того чтобы подать документы визу или еще какие-нибудь то нужно будет прождать в очереди около трех четырех часов это в среднем поэтому обычно когда я ехал миграционную службу в токио я ехал где-то за час пораньше парковался где-нибудь рядом на парковке так как парковка там была маленькая бесплатно миграционной службе и кто раньше приехал тот и припарковался как говорится и даже приехав за час раньше нужно было подождать очередь около 30-40 минут приехав же сегодня в юкугаму я был удивлен также как и токийской миграционной службы миграционная служба и кубами находится в промышленной зоне в портовой насыпной где в основном склады рядом стоит большой порт с тойотовскими машинами и стоит миграционная служба города и окугама так вот парковка у них тоже есть бесплатно но очень большая несмотря на то что я опоздал на минут 30 к открытию миграционной службы парковка была пустая и сейчас я уже выехал и она до сих пор полупустая внутри людей практически не было я взял билетики передо мной было 10 человек и мне нужно было подождать минут на 15-20 за это время я сфотографировался и заполнил документы до конца совсем другие ощущения после токийской миграционной возможно только из-за такой миграционной службы стоит жить в городе йокугама когда вы приезжаете первый раз в японию лучше жить на граничных зонах между йокугамой и токио пользоваться миграционной службой в йокугаме где практически нет людей всегда все свободно комфортно нету давки и очень все цивильно по сравнению с токийским миграционной службы которая просто не выдерживает огромного потока желающих мигрантов остаться жить в японии сейчас я направляюсь назад в город йокугаме по делам но вот так вот короткое видео о том о моих впечатлениях о миграционной службе об офисе миграционной службы в городе йокугаме по сравнению с токио где я прожил десять лет и практически ежегодно приходилось посещать токийский офис и мучиться самое было хороший момент это после зимотрясение 2011 году тогда когда все иностранцы практически сбежали не только тот ну не только миграционная служба была пустая туда можно было заходить в любое время и без очереди получать все что тебе нужно ну и сам токио был практически без иностранцев так как большинство убежала и боялась что здесь будет взрыв фукусимы в виде атомной бомбы и что снесет токио такие вот были мысли у людей так вот в то время я получается находился в токио жил и работал на кихабаре и буквально через наверно полгода когда потихоньку начали иностранцы возвращаться в японию я первое время удивлялся когда видел иностранцев метро то есть за полгода отсутствие практически иностранцев японии я до такой степени привык что вокруг только азиаты частности японцы и потому что китайцы корейцы тоже многие чукнули то что мое визуальное восприятие окружающего мира было сконцентрировано только на японцах азиатах и я очень удивлялся первое время когда начали появляться иностранцы и я называю так белые обезьяны и был до удивлен так что иногда конечно хочешь чтобы миграция была поменьше и думаешь может не нужно делать видео позитивные видео о японии чтобы не приезжало больше людей так как япония не резиновая и вот такая вот дилемма снимать позитивные интересные видео японии и привлекать больше иммигрантов сюда или же показывать трэш чтобы люди не хотели сюда ехать и думали как хорошо им живется вашей стране своей стране вот ну на такой позитивной ноте пишите какие видео вы хотели бы видеть о японии действительно ли вам больше интересен это трешовые видео или вы хотели бы хотя бы на 5-10 минут отвлечься от того бардака который находится за вашими окнами и окунуться в красоту японской культуры и жизни ну а на сегодня все с вами все в следующем видео всем пока